2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И они на этой неделе учили в библейской школе, у нас, в МГБА, также в церкви прославления, в реформаторской школе. Поэтому через пару минут вы их увидите, их зовут Шан и Таня, моя тезка, Бран. Но прежде чем они выйдут на сцену, я хочу засвидетельствовать. Много лет назад, когда мы приехали в Украину, и всего лишь была библейская школа, нас пригласили в Швейцарию с Валентином провести хорошее время. Это выпускники «Христос для новородов» Сефанай, там проводило специальное собрание. И мы поехали с Валентином, полетели вернее. Это было то время, когда Валентин, если вы помните, только пострелся на лосо. И это была зима, было очень холодно. И, в общем, мы прилетели в Швейцарию. Мы настолько были рады, что вот мы проведем три дня в Швейцарии, там где-то в горах специальное место. Арендовали машину, и все было прекрасно, пока мы не прилетели в аэропорт. Вот. Я прошла паспортный контроль, и жду Валентина где-то там уже за пределами выхода. И Валентина нету, 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 нету. Я возвращаюсь обратно, час прошел, Валентина нету. И меня спрашивают, почему вы возвращаетесь обратно, опять через паспортный контроль проходите. Я говорю, там мой муж, почему-то он не вышел. А он говорит, какой муж, дайте ваш паспорт, я даю паспорт, он американский паспорт. И говорит, пройдемте со мной. И пошли. И нас завели, я зашла в какую-то комнату, и там были полицейские, ихний паспортный контроль швейцарский. И они берут мой паспорт, и берут нож, и режут мою фотографию. А я так, я говорю, что вы делаете? Это же мой паспорт, это же американский паспорт. И тут, а их было где-то четверо в этой комнате, они как схватили и пытались меня, ну как за руки схватить, как преступника. Я думаю, что ничего себе, я говорю, что происходит? А они говорят, мы еще должны проверить, чей ваш паспорт. И я смотрю, Валентин там тоже сидит, и его паспорт тоже порезанный. Я говорю, нам нужно связаться с посольством. Короче, история такова, что мы всю ночь оставались там, нас потом депортировали обратно в Украину, чтобы мы доказали, что мы на самом деле американцы. Потому что американское правительство, государство, ну, и посольство там, в Швейцарии, они не захотели приехать к нам. Мы летели через Будапешт. Но суть такова, что, когда мы оставались там, когда нас отделили в эту комнату, мы сидели с преступниками. Там были проститутки, там были задержанные люди, которые нарушили какой-то закон швейцарский. И чтобы вы понимали, они взяли наши чемоданы, они каждую вещь, они там резали, смотрели. Потом они обыск делали полностью, раздели. Это было так жутко. Я почувствовала, что происходило с еврейским народом. И я много лет потом сказала, я одногодний ступню в Швейцарию. Я никогда не поеду больше в Швейцарию. То, что они поступали, как эти нацисты. В конечном итоге здесь, в Киеве, наши американцы все сделали для того, чтобы вернуть нам паспорт. Извинялись. Сказали, что у нас есть право подать суд. Мы этого не сделали. Мы решили простить. И потом, если вы помните, много лет назад была у нас марш живых. Тоже с Германии приехала команда, в которой мы делали здесь акцию, связанную с еврейским народом, в памяти жертв Холокоста. И там была одна пара тоже в Швейцарии. И я помню в тот момент, когда они просили прощения, это было настоящее высвобождение прощения. И для меня это особенная честь представить Таню, которая сама родилась в Швейцарии. Она выросла там. Она жила. Она представительница своей страны. Поэтому для меня это большая честь представить эту пару, которые имеют такое чудесное слово от Бога. И у них есть откровение относительно еврейского народа. И я просто знаю, уверена, что не все плохое случается в нашей жизни. Все имеет какую-то определенную цель. И поэтому, Таня и Шоан, would you please come? And do you want to say something? Well, you're such a beautiful people. And are you going to translate for me? Такие замечательные люди здесь. And during worship, I just kept crying. И во время прославления поклонения я плакала. Потому что так много Божьей судьбы и призвания в этой комнате. And you know what? God's going to restore places like Switzerland. И знаете, что Бог восстанавливает разные места и Швейцарию тоже. Through the Jewish people. Через еврейский народ. Through repentance to the Jews. Repentance. Через покаяние перед евреями. And it's not a mistake that Tanya and I met in Poland what, two years ago? So, basically, I don't have any words to say. Besides that, I know that I know God is up to something amazing. I know God and God is going to do something amazing here. So, thank you for having us. So, thank you for having us. Amen. Amen. Does anybody here love Jesus? There is someone here who loves Jesus? Amen. Let me ask you one more time. Let me ask you one more time. Does anyone here love Jesus? Кто-нибудь здесь любит Yeshua? They don't understand Jesus. They understand Yeshua. Sorry. Okay, let's repeat this. Итак, повторим. Does anyone here love Yeshua? Кто-нибудь Yeshua здесь любит? Okay, we're in the right place. Мы в направленном месте. We've been told that you guys are passionately in love with Yeshua. Мы видим, что вы страстно влюблены в Yeshua. I just wanted to make sure we were in the right place. И я хочу просто удостовериться, что мы на правленном месте. We have a reason to celebrate this morning. Not only is it the Shabbat, but it's the 70-year anniversary of Israel. This is a... Yes! Come on. One more time. Yes! Еще! This is a reason to celebrate. Это причина большая, чтобы ликовать и радоваться. But another reason to celebrate. Но есть еще причина для праздника. And probably the biggest reason to celebrate. Еще большая причина. Is our Messiah is alive. Наш Мессия жив. Аллилуйя! Аллилуйя! Yeshua lives this morning. Yeshua живой сегодня утром. And because he lives, there's hope for all of us. Maybe you're here. Может, вы здесь. And you're saying, well, I'm questioning the greatness of Jesus from the scriptures. Я вообще ставлю под сомнение величие Иисуса из Писания. Okay. Хорошо. Let me give you three amazing things about Jesus. Дайте я вам дам три удивительных вещи о Иисусе из Писания. That's outside of the scripture. Вне Библии. One thing about Jesus. Одна вещь. That can be said about him only and nobody else. О чем можно сказать только о Него, о Нем, но ни о ком другом в мире. Иисус, Иишуа, был единственной личностью в истории человечества, который пророчествовал и который пришел. This can be said about nobody else but Иишуа. Of all the world leaders, who's ever lived, they weren't expected to come. I said, yeah, they were. Nine months before they were born, they were expected. Ну, их же ждали, по крайней мере, девять месяцев, пока они были в утробе мамы. I'm talking about hundreds and hundreds and hundreds and hundreds and thousands of years. Но я говорю не об этом, о времени ожидания беременности, а о сотнях и тысячи лет до этого их никто не ждал. Our Messiah was expected to come and he did. Но нашего Мессию ожидали тысячи лет и он пришел. What an amazing Yisua we serve. Какой удивительный Иишуа есть, которому мы служим с вами. Но следующее, there's many cars driving by this building. Unfortunately, in some of these cars there's people who are atheist. Or even people who say I don't believe in Jesus as a Messiah. Okay. But did you know that every person passing by in their car, even if they say Yisua wasn't the Messiah, if you ask them what today is, they'll say it's 2018. If you ask them what their birthday is, they'll say the year of their birthday. Maybe 1964. 1951. 1992. 2003. Everybody alive has the base their birth date off of our Yisua's birthday. Off of our Yisua's birthday. Wow. Ogo. What an amazing God we serve. We serve and this can't be said about anybody else ever in world history. And any of whom in history we can't say but Yisua. Only Yeshua. And the number three. Not only was he expected to come and he came. Not only when he came that he split history in half. But third. He was the only person in world history who came to die. who came to die. All of us are born to live. All of us are born to live. Yisua came to die. Yisua came to die. And his sacrifice satisfied all of us for all eternity. He saved us for all eternity. So there's hope for every one of us. No longer do we have to sacrifice in temples for the forgiveness of our sins. but we have a high priest who died on the cross and rose again for all of us. This is the good news of the gospel. And we celebrate that this morning. We have an amazing God. Amen. 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 So one more time. Does anyone here love Yisua? Does anyone here love Yisua? Okay. I'm an evangelist. I love telling people about Jesus. I love telling people about Yisua. Amen. Amen. Well, I heard this story of this American and this Chinese guy and they were debating and they were debating whether or not God was American or Chinese. And they were debating God was American or Chinese. And just like any typical American. And the Americans said God is American. He said no, God's Chinese. God's American. God's American. No, he's Chinese. Нет, он китаец. Я тебе говорю, Бог американец. И они спорят, спорят и спорят. И вот они в один день умерли. Случилось так. И вот они на небесах. И они все еще спорят. Я тебе говорю, что Бог американец. Нет, он китаец. Американец. И все вновь, Бог начинает ходить по кругу. И вдруг из-за угла выходит Господь. Они на саду их саду. Они готовы увидеть Бога. И они готовы увидеть Бога. Он истинный сейчас откроется им. И Бог выходит из-за угла. Он посмотрел на них. И сказал, доброе утро. Сказал, шалом. Мы знаем, на каком языке говорит Господь. Бог любит Украину. Аминь. Он любит Украину. И вы особенные для него. У вас очень красивый город. И я люблю Одессу. И я это повторял очень часто. С того момента, как приехал. Я люблю Одессу. И моя жена знает, как я сильно люблю это место. И она сказала, Шоан, в следующий раз, когда ты сюда приедешь, я с тобой приеду. Поэтому она тут. Но у вас не просто красивое место. Даже больше, чем это. Вы красивые люди. Аминь. Посмотрите на своего соседа. И скажите, ты красивый. Паша, ты красивый. Сосед с левой или справа будет ревновать. Повернитесь к другому соседу и скажите, что тоже он красивый. Мы же не хотим, чтобы зависть тут была и ревность. И скажите, ты сегодня очень здорово выглядишь. Виталик, ты очень красиво выглядишь. Хорошо. Аминь. Аминь. Ну, если сегодня возможность такая, чтобы вы открыли со мной Библию на двух местах Писания. Я хочу, чтобы вы открыли Матфея, 25 главу. И так пальчиком, закладочку себе сделайте. И сначала откроем 1 Коринфянам, 4 главу. На 25 главе Матфея, держим закладочку. 1 Коринфянам, 4 главу. И как я уже сказал раньше, я люблю проповедовать Евангелие Иисуса. Сегодня вечером будет Ю конференция. Она называется Ю. Потому что мы хотим, чтобы вы были там. Поэтому приходите. И приводите своих неверующих друзей. Потому что я буду нести евангельское послание. И я надеюсь, что это место будет наполнено людьми, хотящими спасения. И они получат наполнение Духом Сыдым. Придете ли вы сегодня вечером? Да. Потому что если вы не придете, нам надо переименовать нашу конференцию. Мы так много денег вложили в наши логи. Мы так много денег вложили в наши логи. Приходите. Но сегодня утром. Вместо того, чтобы проповедовать, я хочу вас поучить немножко. Вы когда проповедуете, обычно люди знакомы с тем предметом, что вы проповедуете. Но когда ты учишь, это может быть что-то новое для людей, они могут не знать этого. И я буду учить кое-чему, надеюсь, что это будет новым для вас. Нормально? Вы согласны? У нас только два-три подняло руки. До того, как я переехал в Свицерлинг, я работал в университете. Это христианский теологический университет. У нас были сотни студентов. И я был деканом школы. И много студентов приходило ко мне. И они задавали мне вопросы. И чаще всего вопросы были однотипные. И вопрос был такой чаще всего. Что Бог ожидает от моей жизни? Это хороший вопрос. Это вопрос, который вы задаете сегодня. Что Бог ожидает от моей жизни? И если вы не знаете ответа на этот вопрос, вы можете всю свою жизнь потратить на то, чтобы искать эту цель. Вы можете видеть кого-то проповедующим и подумать, о, я тоже буду проповедником. Но это не ваше призвание. Поэтому я хочу поучить вас немного какова цель нашей жизни. Нормально? Вы согласны? Как понимать, что вам делать с вашей жизнью? Давайте помолимся. Иисус, мы благодарим тебя так сильно за твое присутствие в этой комнате. Я молюсь, чтобы ты проговорил наши сердца и изменил наши жизни во имя Твое драгоценное. Мы молимся. Аминь. Аминь. 1 Коринфянам, глава 4, говорит вот что. Мы читаем первый и второй стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Мессии и домостроителей тайн Божих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. У меня две дочки. Бейли и Зои. Бейли и Зои. Им четыре и два. И они научились, как кое-что говорить. Их любимое слово МОЁ. 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 Это МОЁ. МОЁ. МОЯ ВЕЩ. Мы дочке купили такую лошадку, которая качается. Вы садитесь на эту лошадку. И вперед-назад качаетесь. Ничего великого нет в этой игрушке. Но мы надеялись, что это займет их хотя бы на пять минут. И они вот просто катаются на этой грызе. И четырехлетняя просила подругу пригласила. И подруга пришла. И подругу зовут Эйва. И Эйва удивлена. О, лошадка. И она села на лошадку. И моя ревущая Бейли, четырехлетняя, подходит к Эйве. И говорит, это моя лошадка. И Эйва улетела. И слетела с лошадки. Это МОЯ. МОЯ. И мы в ужасе были. Такая милая девочка. Начала драться. За лошадку. МОЯ. Я, конечно, бы хотел сказать, что все мы прекратили такие истерики в четыре годика. Но многие взрослые продолжают так же. Это МОЯ. МОИ ДЕНЬГИ. МОЙ ДОМ. МОЯ МАШИНА. МОЯ РАБОТА. МОЯ РАБОТА. МОЯ РАБОТА. Это МОЯ ТЕЛО. МОЯ БОРОДА. МОЯ БОРОДА. МОЯ БОРОДА. МОЙ ПИДЖАК. МОЯ БОРОДА. МОЯ БОРОДА там сидит. МОЯ. МОЯ. МОЯ БОРОДА. Мы иногда как маленькие дети. МОЯ. 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 Но я хочу вас научить чему-то. Первый пункт. Бог владелец всего. Бог владелец всем. ПАСЛОМ 23. ПСАЛОМ говорит вот что. ПСАЛОМ. Псалом Давида, Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Псалом 23, 1, 2. Посмотрите еще раз. Господня земля. Господня. Не, ну я знал это. Не, ну я знал, что деревья Божьи, травка Божья, облака Божьи. Но там написано дальше. И все, что наполняет ее. Там написано все, кроме ваших вещей? Все, кроме этой камеры? Нет, все в мире его. Земля Господня. И все его. Даже бумага, на которой вы пишете, это бумага из Божьего леса. Вы можете сказать, ну у меня планшет. Это сделано, там используется алюминий Божий, который тоже Богу принадлежит. Итак, вот этот красный цвет в ваших женских помадах. The pigment is made from crushed beetles. Пигмент из жучков. Yes. Пигмент красный идет из жучков, и они Божьи. This is true. Google it. Погуглите, это правда. Our bodies, our bodies, are made from the dirt. Они сделаны из пыли, из правда. I'm trying to show you something. The earth is the Lord's and everything in it. Everything is God's. There was a scientist who said, God, we don't need you anymore. I mean, we can clone people. We can send rockets to the moon. We don't need you anymore. We don't need you anymore. God said, really? He said, yeah. God said, well, let's do an experiment. Но Бог говорит, ну, давай сделаем эксперимент. How about we make a person? How about it's a male that we make? Как мужчину сделать? The scientist said, sure, no problem. And then God said, let's just do it the way I did it the first time. The scientist said, no problem. We know how to do this. There's nothing that great about you. We figured it all out. So the scientist reached down. He went to get a handful of dirt. He went to get a handful of dirt. And God said, whoa, whoa, whoa. And God said, whoa, whoa, whoa. Go get your own dirt. Everything is made by God. Everything is made by God. And it's all God's. Everything here is God's. So go back to this verse in 1 Corinthians. Итак, вернемся к нашему первому Коринфинам. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. 1-2 стих. Павел говорит, let's consider ourselves servants of Christ and stewards of all the mysteries of God. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. If you look at the word mystery in the dictionary, it's like a big question mark. It's something that we haven't figured out yet. It's something that we haven't figured out yet. At one time, at one time, gravity was a mystery. until Newton figured out how gravity worked. People used to think the world was flat. Do you still think the world is flat? Way back there. We need to pray for our brother back there. I'm just kidding. The world's not flat. It's round. But at one time, it was a mystery. Everything in the world at one time was a mystery. Our body's a mystery. If you're a little bit older, you would say, yes, it is a mystery. The older I get, the more mysterious this thing gets. It's a mystery. It's a mystery. Why hasn't anyone invented how to regrow hair? Actually, you know what they say, pastor? You know what they say about hair loss? God only makes a few perfect heads. But for everyone else, he puts hair on them. It's supposed to be funny. Okay. But everything used to be a mystery at one time. So if everything was a mystery, and everything belongs to God, as the psalmist said, if the earth is the Lord's, and everything in it, then what are we supposed to do with it? Then what are we supposed to do with it? Good question. Good question. Let's go back to 1 Corinthians. Let's go back to 1 Corinthians. Chapter 4. It says, let a man consider all of us as servants of Christ and stewards of his mysteries. 1 Corinthians. Everyone must know or understand us as a servant of the Messiah and as a servant of the Messiah. Again, we're talking about our responsibility on this earth. Мы здесь говорим об нашей ответственности на этой земле. Как понимать, что Бог запланировал для нас. Первое. Все принадлежит Ему. Второе. Мы должны быть домоправителями. Мы должны заботиться обо всем. У нас с Таней и двое дочек. Шесть лет назад. Моя жена была беременна двойней. И мы были рады этому ожиданию. Мы говорили всем. Мы на Фейсбуке поставили эту новость. Мы купили все вещи. И мы радовались, что ждем двойняшек. И это великолепно. И мы к доктору приходили несколько раз. И мы были вдохновлены слышать сердцебиение двух наших ребенков. Близнецов. И в один день мы пришли. А доктор начал делать УЗИ. И у него такое странное выражение лица появилось. И внезапно Он посмотрел на нас. И сказал, простите, ребята. Ваши детки ушли. Это было просто разрушительно, опустошающе. Как это могло произойти? Бог, я следую за Тобой. Мы были опустошены. Молодец. Затем несколько месяцев прошло. Мы снова забеременели. И в этот раз Мы не были так рады, потому что не знали, чего ждать. Но в конце мы успокоились И начали Опять всем говорить, что мы беременны. Бог нас освободил, дал нам другого ребенка. Мы опять на Фейсбуке это выставили. В Инстаграме. И мы радовались этому. У нас будет такой ребенок. И доктор снова делает УЗИ. Это супер новость. Вы снова беременны. Мы так рады за вас. И снова мы приходим к доктору. И он снова делает ультразвук. И мы смотрим на его лицо. И он говорит, простите, ребята. Ваш ребенок и этот умер. И мы снова были опустошены. Что происходит? Бог. Несколько месяцев прошло. Мы снова забеременели. И Таня беременна. Мы никому не сказали. Я уже не хотел никому говорить. Я говорю, ну вот опять. Я думал, что уже что-то со мной не то. Или с ней не то. Ну почему это снова происходит с нами? И мы просто плакали вместе. Мы и счастливы были, и нервничали очень сильно. Мы вообще понятия не имели, что ожидать. Никто не знал, что мы беременны. Мы переехали в другой дом. И у меня не было дрели. Я одолжил у своего друга. И я использовал дрель для того, чтобы прикрутить что-то к нашей стене. И после того, как я закончил, я убирал. И он был... Я чистил саму дрель, чтобы ее в приличном виде вернуть, потому что она запылилась. Грязная была после использования. И я снова ее вернул хозяину, который одолжил ее мне. И пока он уходил, Я услышал, как Иешуа говорит мне. И он сказал, скажи ему. Я услышал, как Бог говорит мне, Шон, Эта дрель была не твоя, правда? Я говорю, ну конечно, не моя. Но ты позаботился о ней. Так, как будто это было твое. И он сказал, Шон, Этот ребенок Не твой. Что? Что? Не мой ребенок. Я из Техаса. В Америке. Мы готовы как в бою воевать. Чей ребенок? И он сказал, не, не, успокойся. Это твой ребенок. Но это мой ребенок. И я дал его тебе, чтобы ты заботился о нем. И пока этот ребенок находился 9 месяцев в утробе, Неважно, сколько он месяцев там, Ты заботишься о ребенке. Если ребенок родится, проживет 20 лет, Ты просто должен быть хорошим домоправителем. Потому что дочка моя. Она моя. И вот внезапно. Это бремя просто ушло с меня. И то, что Бог открыл мне, Это вот стих с псалмом. Что все ему принадлежит. И все, что мы должны делать, Это быть хорошими домоправителями. Наш тело принадлежит Богу. Это не мое тело. Это его тело. Он просто позволяет мне пользоваться. Это причина, почему мы не можем быть сексуально аморальными. Потому что это тело мое, Бог говорит. Не поступай с ним неправильно. Наш разум принадлежит Господу. И Библия говорит, обновляйте разум каждый день. Эта книга здесь Учит нас Как быть хорошим домоправителем всех Божьих вещей. Вот как Сергей сегодня говорил в Торе. Это помогает нам просто правильно управлять, служить. Денежки на вашем банковском счету не ваши. Они Божьи. Он просто позволяет вам пользоваться ими. И он хочет видеть, как вы будете с этим справляться. Это причина, почему титры так важна. Поэтому наши десятины так важны. Почему даяние так важно? Он дал нам одну руку принимать, а одну руку, чтобы давать. Все деньги все равно его. Они не ваши. И знаете что? Если вы управляете им хорошо, он даст вам больше. Если бы я одолжил дрель другу, и когда я одолжил у него, и я бы потом подумал, так, мне еще молоточек надо. И если бы я взял дрель, и начал ею работать как молотком, когда я бы вернул эту дрель другу, есть великий шанс, что он больше мне ее никогда не одолжил. Правильно? Поэтому Бог ожидает, что мы будем хорошими домоправителями всего, что он дал нам управлять. Вы со мной? Известный теолог Эндрю Мюррей, сказал, мир спрашивает, чем владеет человек. Но Бог спрашивает, как ты управляешь? Бог владеет всем. Мы только управляем. И мой третий пункт. Первая Коринфянам, 4 глава, 1-2 стих. Давайте закончим с чтением. Итак, каждый должен знать нас, как служителей Мессии, и домостроителей Таин Божьих. От домостроителей же, или от слуг, требуется, чтобы каждый оказался верным. Если вы подписываете проповеди, то эту проповедь можно озаглавить благодарный домоправитель. Потому что тот, кто благодарен за то, что он имеет, будет тем, названным добрым домостроителем. Бог не должен нам ничего. Бог не должен нам ничего. Бог не должен нам ничего. Но он дал нам абсолютно все, чтобы мы управляли. У нас у всех есть одежда. И это хорошая новость. Но это Божья одежда. Но он доверяет нам, что мы будем управлять ей хорошо. Люди, которые благодарны, которые довольны, люди, которые добрые домоправители. Аминь. Итак, Павел говорит здесь, если вы хотите понять свою цель здесь на земле, она очень проста. Пойми, что все принадлежит Богу. Читай эту книгу и пойми, как он хочет, чтобы ты управлял или был домоправителем. А потом не просто читай. Слушайся. Будь верным. Это то, чего он ожидает от нашей жизни. Это не то, чтобы построить великое служение. И не построить великий бизнес. Он просто хочет, чтобы ты был верен в том, что он дал тебе управлять. И потом, эта верность, он тогда увидит ее и даст больше. А может, и не даст. Но он может дать тебе больше, чтобы управлять. И это то, как мы исполняем нашу цель в этой жизни. Помните историю в Матфея 25? Перед тем, как мы закончим, давайте на нее глянем. 14 стих Матфея 25 главы. Это история, это притча о талантах. И послушайте эту историю. И дайте знать, если вы узнаете что-то из нее. It says, Life is like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. Ибо поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, или доверил им. He's about to leave and he gives his servants his property to entrust. Sound familiar? Он доверяет им. Звучит знакомо? Sound familiar? Звучит знакомо для вас? To one he gave five talents of money, to another two, to another one, одному один and then he went on his journey and then he went on his journey and отправился. God gives us all talents, all gifts, all stuff, all stuff, and he goes on a journey and he goes on a journey and it says the man who received five talents went at once and put the money to work and was a good steward and gained five more. Получивший пять талантов, пошел, употребил их дело и приобрел другие пять талантов. Verse 17, the second guy was a good steward of this stuff as well. 17-й стих говорит, точно так же получивший два таланта, приобрел другие два. Verse 18 says, but the third one was not a good steward. 18-й стих говорит, получивший же один, пошел и закопал и скрыл серебро. And then verse 19 it says, after a long time, the master of the servants returned and settled accounts with them. Под долгом времени приходит господин рабов тех и требует от них отчета. Звучит знакомо? The servant leaves. The servant leaves. Слуги ушли. I'm sorry. The owner leaves. Хозяин ушел. And trusted all his stuff to the servants. И доверил все слугам. He's gone for a long time. Он ушел надолго. Like two thousand years. На две тысячи лет ушел. And then he comes back. Он вернулся. Звучит знакомо? And he says to the one guy who was a good servant of his stuff. 20 стих. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие. In verse 21 watch what he says. Смотрите, что хозяин говорит. Well done, good and faithful servant. Хорошо, добрый и верный раб. Come and spend eternity with me. To the second one, who was a good servant. who was a faithful servant. He says the same thing. Сказано то же самое. Well done. Хорошо, good and faithful servant. And the third one, he doesn't say that to him. And his end is tragic. And the ending of his life is tragic. So, you may be like these teenagers who would come to me and say, how do I fulfill my purpose? How do I know what my purpose is? First, understand, the earth is God's and everything in it. Everything. and everything. Two. Второе. We are to steward the stuff he gave us according to his word. We are to steward the stuff he gave us according to his word. faithful man. We are going to stand before our Father in heaven. We are going to stand before the God who owns all of this. We are going to stand before the God who owns all of this. and my prayer for every one of us and my prayer for every one of us is that the owner looks at you and he says, well done and he says, well done, my good and faithful steward You are stewarded my stuff well. Let me ask you a question. If you were the owner of your life would you look at yourself and say, wow, I'm a good steward? Or are there things you need to work on? Because God doesn't trust you with his property. Amen. I was telling you about our daughter. Several weeks went by after the drill story. And me and my wife we were talking about what to name our daughter. We didn't really have a good name. We didn't have a name picked out. So we went back and forth and finally one day we just said, hey, I think Bailey Milana sounds like a pretty name. And we said, no reason why. We just thought it sounded pretty. We just thought it sounded pretty. And so a few weeks before she was born we were telling everybody that Bailey Milana is about to be born. And one of our friends came to us and they said, what does Bailey Milana mean? I don't know. We had been in Milan, Italy. We were in Milan, Italy. And that's where we got the name Milana. No reason why. Nothing spiritual. Nothing deep. It just sounded pretty. Bailey Milana. Bailey Milana. And so we got home and we were like, man, we probably should figure out what her name means. And we were like, man, we probably should figure out what her name means. Because what if it means something really weird? Because what if it means something really weird? And we don't want people to make fun of her. And we don't want people to make fun of her. So we got home. We looked at our baby name book. And we looked at Bailey, Milana. And we almost fell over. Because Bailey Milana means faithful steward. God is calling all of us. And God is calling all of us. To be faithful steward of his stuff. Amen. Let's pray. Let's pray. They'll just close your eyes, bow your heads. Let's close your eyes. Let's close your eyes. What's the Holy Spirit saying to you this morning? What's the Holy Spirit saying to you this morning? Just ask again. Holy Spirit, what are you saying to my heart? Just ask again. What are you saying to my heart? Are you a faithful steward of God's stuff? Верен ты или я домоправитель над Божьим имением? Our purpose in life An purpose in life An purpose in life An purpose in life inseam to understand it all belongs to him. And he expects us to be faithful steward of us. And he expects us to be faithful steward of us. I want to ask you this question. Может быть, сегодня вы осознаете что ваша жизнь не ваша. Бог дал вам ее в управление. И вы, как моя маленькая дочка, говорите, это мое, это моя жизнь. А он говорит сегодня. Что сегодня я хочу сказать тебе, Ишуа, что я признаю, что моя жизнь не моя, но твоя. И от сегодняшнего дня и дальше я буду жить свою жизнь не согласно своим идеям и представлениям, но согласно твоей книге. Это вы сегодня утром, кто имеет такие мысли. Поднимите свою руку, если вы об этом думаете сегодня. Поднимите руку. И руки везде. Я бы хотел, конечно, попросить вас выйти вперед, но не буду пройти. Но то, что мы сделаем, я хочу, чтобы вы все помолились громко со мной. И я хочу, чтобы вы действительно имели это в виду, если вы поднимали руку. Давайте помолимся вслух. Я хочу, чтобы вы сказали, Дорогой Господь, спасибо за все те вещи, которыми ты даешь мне пользоваться. Спасибо за жизнь, которую ты мне дал. И с сегодняшнего дня и дальше. Я не хочу жить согласно своих путей. Я буду достигать твоего слова. И я буду добрым домоправителем, согласно тебе. Сегодня, Иешуа, я хочу сделать поворот в своей жизни. И хочу идти в другую сторону. И я хочу, чтобы это был твой путь. Я твой. И ты мой. Прийди и живи свою жизнь через меня. Во имя Иешуа. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израил. Израил. Продолжение следует...